Итак, уважаемые друзья, рассмотрим графическое отображение, что же мы делаем в сети номер 4 локтевые техники при специальном массаже. Значит, первое, с чем мы начинаем, вот мы растрясли, закончили кулачковые техники, когда мастисты отростки растрясли пальцами и дальше нож входит в масло. Это мы раздвигаем, вот дерево показано, да, подвздошная кость и ребра в сторону, то есть локтем прям проникаем, да, от маленького пальца все шире-шире-шире, расширяем эту зону и дальше локтем отодвигаем в одну сторону ребра, в другую таз. То есть вот так мы вымедлились и отодвинули это вот сюда, оттаживаю кости, вот сюда. Где компрессировали, да? Далее второй пункт, это мы 4 констатические круга рисуем локтем, раз, два, три, четыре. Четыре, концентрические круга. А вторая рука в этот момент разминает трапецию. Потом третья, четыре параллельных линия, приходится назад. А кулачком растрясаем опять позвонки, возвращаясь обратно, возвращаемся обратно, да? Значит, четыре параллельных линия напишу, ну, понятно, да, чтобы много написать. На ягодицах. Далее закончили тем, что спустили лимфу, вот сюда, когда кулак вернулся, да? И размяли ягодицу. Ну, понятно, что локтевые техники, да, пусть возьмем локтями. Ну, я же подпишу под плечами, да? Локоть остановился вот на этой точке. И дальше мы подбиваем в обратную сторону по подвздошной кости локтем. Подбитие подвздошной кости, так он пишет, да? Локоть опять в исходной точке, вот он здесь, да? И мы рисуем калицентрические круги размером с блюдц, вот такие. Ну, и спирали, как вам понятно, круги или спирали написать? Спирали, да? Спирали размером с блюдц. Круги тогда, почему спирали-то? Круги? Ну, просто он получит, вот так, идем. Давай круги напишем, да? Круги. Это круги размером с наручные часы. Это для чего делается? Это вот мы видим здесь вот на скелете реберном скреречное сочленение, да? Получается, что наши круги, вот здесь маленькие, да? Вот, с этой стороны идут по часовой стерелке, получается, да? Чтобы, когда мы шли вдоль позвоночника, они шли вверх, то есть декомпрессируем. Сып отбисием вот сюда, вот я сочленение, да? Пусть молодцом туда. Если с этой стороны делаем, соответственно, в противоположную сторону у нас идут круги, против часовой стерелки получается, да? Чтобы мы понимаем, вот эти стрелочки рисуем. То есть нас интересует... Вот это вот... Плаващерепа пропускаем, да? Вот это вот... Параллельно позвоночнику. Роберно-поперечная грядка. Грядка. И вот мы вот сюда, вот такие маленькие... Раступлено делаем в них. Понимаете? Закончили. Техника рубанок. Пустой получается. То есть мы туда-сюда... Четыре прохода вот таких, да? Вдоль всей бочины. Четыре прохода. Потом отдельно... Ну, все делается в центре, в периферии. Отдельно ягодичную зону. Вот туда это все рубанок. Потом квадратные мышцы. Широчайшие мышцы. И... Так. Квадратные мышцы. Так. Широчайшие. Ну, широчайшие, естественно, вместе с трапецией. Трапеция начинается вот отсюда. Вот она такая длинная. Идет. И отдельно вот лопатка вместе с плечом. Это, по сути, трапециевидная мышца. Мы расцягиваем за лопатку. Трапециевидные мышцы. Далее... 7. Это поперечное раскачивание. Попереку имеется в виду позвоночника. То есть, когда мы руками... Вот здесь закончили, да? Руки расцепили. Руки расцепили. Банкность была тапа. Все делаем. Вот так, да? Вот так, продольно. И потом расцепили руки. И поперек теперь позвоночника. Поперечное раскачивание. То есть... Вот так вот. Туда. Сюда. Начинают шеи. Отмечают поясницы. Туда. Сюда. И вот обучу спину проходим. Туда. Сюда. Вот. Ставьте на паузу. Потому что его застелить. И сейчас я продолжу уже на новом их рисунке. Так. И дальше смотрите. Восьмое получается, да? Мы уже все растерли. Продольно. Техника рубанок, да? Мышцы задвинули. Поперечно раскачали. И теперь ставим лодочки. То есть техника лодочки. Или яхты у причала. То есть позвоночник это причал, да? Первая лодочка, она такая достаточно большая. Призвана к тому, чтобы просто разделить квадратные мышцы. Они идут от подложек кости к нижнему ребру. Клеятся. К плавочке ребра. То есть мы внедрились туда. И просто растягиваем, да? Тут мы не массируем. Это мы именно кости. Пытаемся растянуться. Далее. Короткие лодочки. Тоже не это не массаж. Это мы внедряемся именно вот сюда. Вот между реберными сочинениями. Мы пытаемся вот сюда, куда-нибудь, колышки. Вот так вот. Вот этими косточками, да? То есть вот. Раз, два, три, четыре. Давайте даже поточнее нарисуем. Нас интересует не астистые отростки, нас интересует реберно-поперечная линия. Вот это вот. То есть получается два палочки ребра убираем. Из внимания остается 10 ребер. Да, здесь по замку 10 ребер. И между ними 9 расстояние. Да, то есть условно у нас получается 9 вот такие вот. Чик, 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 чик. Вот. Та и молочка у печала. Так, напишу 10 штук. Да? 10 штук. Или яхт. В чем измеряем? В граммах. В чем весит в граммах? В штуках. Так. И сразу прогремел выстрел и началась регата. Регата. Запускаем. Запуск. Десяти. яхт. То есть делим на 4 прохода, да? Плюс 3 прохода, плюс 2 прохода, плюс 1 проход. Правильно? Получается 10. Это уже широкие такие вот условно. Раз. Два. Разрезаем, декомпенсируем. Три. И четверие. И это еще включим дополнительно с этими с черепом, да? Растягиваем. Трапезию здесь. Потом еще два раза. Потом три раза. Потом три раза. Потом два раза. Потом один раз. Один раз, последний раз засыпляемся ладонями. И дополнительно еще поясницу и ребра друг от друга еще растягиваем. Вот. И дальше начинается вот как раз декомпенсионная техника. Это 10 получается пункт у нас, да? Место приложения усилий. Это соответственно вот от подвздошной кости вот выступ, да? И самая серединка крестца. Она тоже больше всех выступает. То есть получается подзагонали у нас вот так находится локоть. Второй локоть с той стороны. Опять же имеется в виду вот это реберно-поперечное сочинение. Вот их мы расшатываем в противофазе, да? Завтевая прокатку в противофазе. Что призвано призвано для того, чтобы дополнительно раскачать позвоночник, да? и все вот эти соединения с поседствующими суставами. Одиннадцатая это непосредственно рисунок. Нарисуем. непосредственно декомпрессия вот этих вот скалотно-поперечное сочинение. То есть уже находится вот здесь локоть. Второй параллельно ему и создает мощное направление вот туда. То есть эта техника одиннадцать называется каток тире мощная декомпрессия. и здесь же можно ну не обязательно распройтись, да? Все усилия идет на ту руку, на ту руку, которую к голове, в ту сторону. А здесь мы просто тянем таз за подвздошную кость, опять же, да? Вот эту кусочку. Опять тянем его назад, декомпрессируя от места нашего камня-крескновения базис вот в этой точке. И дополнительно можем руками или головой в плечо себе, да? Подтолкнем прямо вот где надо, прям локтем. Соответственно, соразмеряйте свои усилия. Кому-то надо и острее надавить, да? Прямо вот остыненькою попали, вот в рябе на осуществление и прямо ужасно давили. Кому-то помягче, да? Вот эти между этими другая косточками вот так развернули руку, да? И вот так расходите. Кому-то еще мягче развернули вот так и вот вот этой плоскостью, треугольничком, да? Работаем. То есть, измеряйте свои усилия. Всегда спрашивайте, человек комфортно, некомфортно, посильнее можно давить, кому-то оно полегче. А бывают обманчивые случаи, когда там приходит вроде худая девушка, думаешь, как бы ее не сломать, бережно относишься. А она наоборот тебе говорит, давай-давай, жми, жми, вот-вот-вот-вот-вот, локток, давай-давай-давай, там все трещит, хрустит, а она еще подзадоривает себя, представляете? А бывает, наоборот, полный человек придет, мужчина, да? Вроде кажется, толстокожая, кожа, как у носорога, вот такая, а он стонет в этом чуть-чуть, кулаком-оток придержим, будет больно-больно-больно-больно. Так что, соизмеряйте все усилия, консистенция у людей разная. Что я вам советую делать, это индивидуальный подход к каждому, подстраивайте свои техники. Схема, она, конечно, универсальна, но вот еще ваше умение, ваша тактичность, тактильность рук, кинематика, это все придется в практике, сработать. Значит, мы закончили сетом номер четыре, сейчас перейдем к более конкретной зоне, это вот плечо-лопаточная зона, сейчас мы с ней мануально проработаем, это будет сет номер пять. Дорогие друзья, ставьте колокольчик, ставьте лайки и не забывайте нас.